В свои 93 года Раиса Сергеевна еще бойкая и здравомыслящая, рассуждает о политике, помогает внучке Елене воспитывать правнуков. Нелегкая выдалась у нее жизнь. Прожила войну, прожила голодок, пережила очень много, видела очень и хорошего, и плохого всякого. Я работала на виноградниках, нам тогда давали гектары девочки. Потом работала я на хлебе, жалами, вязали снопы, пшеницу и сеяли. В память врезались страшные военные годы. Она помнит, как расстреляли на ее глазах отца, подозревавшегося в связи с партизанами. Я говорю, папа не виноватый, папочка у меня хороший, плачу. А они говорят, заберите эту девчонку и повели туда до того, до плавни. До сих пор воспоминания этих лет отражаются болью в душе. Очень страшно. Как бьют наши из горных, они текают сюда на куматыр, убегают, а так рачки лезут. Я видела сама. Старшая была в семье, то есть маленькие детки были на ней, помимо того, что нужно было работать. Она их нянчила, она их спасла. Во время войны их хотели угнать. Были в Германию. Но вот бабушка, скажем так, отбила своих сестер. С мужем познакомилась уже в зрелом возрасте. Офицер авиации Дмитрий Павлович Дашковский дошел до Берлина. После войны получил образование и 20 лет работал главным агрономом в совхозе Анапа. Там настолько была настоящая и чистая любовь, о которой можно действительно позавидовать. Он ее, можно сказать, практически носил на руках. Ну и она тоже отдавалась ему. Она жила ради него, для него. Она была всегда за его спиной. Но за его спиной то, что она нигде не фигурировала, но очень многое делала для него, для его карьеры, для его роста. Супруги вместе прожили 18 лет. Родили и воспитали дочь, внучку. Елена с теплотой вспоминает каникулы в доме у бабушки. Правнуки Кирилл и Артем прабабушку любят. Слушают ее рассудительный и спокойный голос. Первым делом несут ей утром в комнату что-нибудь вкусненькое. Она очень современна. Она смотрит телевизор, смотрит новости. Сейчас вот, допустим, все, что творится там у нас на Украине, какие-то там еще недоразумения и проблемы, она очень переживает. Недавно Раиса Сергеевна получила от президента юбилейную медаль к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Ее радости не было предела. Каждое поздравительное письмо из Кремля в семье хранят как большую ценность. Ведь человеку, который всю жизнь самоотверженно забывая о себе, старался сделать жизнь людей вокруг лучше, нет ничего дороже простого внимания. Раиса Сергеевна текст каждого поздравления помнит наизусть. За ваши труды, которые вы трудились, спасибо большое. Хорошие такие поздравительные присылаю. Главный секрет ее долголетия и спокойствия – огромная любовь к жизни людям. Надо любить жизнь, надо работать, надо не бояться девочки ничего. И так и продолжать свою жизнь. Именно этому учится у бабушки Елена. И своим детям старается привить это семейное качество.